В одном волшебном математическом лесу живет умный мышонок Микки-бот. И он бы хотел всему бы научиться, например, научиться считать до двадцати. И вот как-то раз мышонок встретил королеву математики. Микки, а зачем тебе нужно уметь считать до двадцати? Как зачем? Вот моя подружка пчелка Майя живет на улице Лесной под номером... В доме под номером девятнадцать. Как я найду к ней дорогу, если я их считаю до десяти? Ну хорошо, давай я тебя научу считать до двадцати. Собери для умной пчелки орешки и не забудь посчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух, тяжело стало. А ты скинь собранные орешки в корзинку. Только давай их посчитаем от десяти до одного. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Молодец, а теперь давай соберем оставшиеся орехи. Ну как? Я ведь не умею считать до двадцати. Давай я тебе расскажу. Когда ты досчитал до десяти, то следующее число одиннадцать. Послушай внимательно. Одиннадцать. Это значит в десяти добавили один. Одиннадцать. Следующее. После одиннадцати число двенадцать. То есть в десяти уже прибавили два. Двенадцать. Какое следующее число после двенадцати? В десяти добавили один, получилось одиннадцать. В десяти добавили два, получается двенадцать. Значит, если в десяти добавить три, получится тринадцать. Двенадцать. Тогда, потом, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. То есть двадцать это два раза по десять. Десять плюс десять равно двадцать. Молодец! Ты научился считать до двадцати. А теперь, чтобы попасть к домику пчелки Майя, тебе нужно пройти необычный путь. Домик Майя стоит на красном треугольнике. Чтобы дойти до треугольника, мне нужно себя запрограммировать. Для этого нужно нажать желтую кнопку до сброса старой программы. Четыре шага вперед, полурет направо и еще один шаг. И кнопочка в спуск. Да, я нашел дорогу к пчелке Майе. Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей в юг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит Вот что значит настоящий верный друг